Вы видите, что нам приходится так быстро изучать текст. Конечно, стоило бы уделить больше внимания, большим подробностям. И хотел бы, чтобы это не было так стремительно, как пулемет. Но именно столько мы можем успеть за одну неделю. Поэтому у нас 20 классов, 20 занятий. И это недостаточно, чтобы изучить две книги. Но мы дошли до 17 главы. Еще шесть глав нам предстоит. И мы попытаемся выделить самое главное в этих главах. Но я надеюсь, что после того, как вы пройдете этот курс, вы не будете думать, что вы уже все знаете о Данииле и Откровении. Надеюсь, что это будет для вас как просто введением к ним. И надеюсь, что вы продолжите ваше изучение. Это жизненно важно. И я очень рад, что директор МЖБА здесь попросил меня учить этот курс. На самом деле, это не мой любимый курс преподавать. Но он сказал мне, что никто другой еще не соглашался учить этот курс. Поэтому, когда я спросил, другой курс преподавал, он сказал, нет, нет, это должно быть Данииле и Откровение. Но это наша большая попытка, чтобы понять апокалиптическую литературу за одну неделю. Поэтому мы перейдем дальше, в эти два часа, полтора часа мы завершим. Это приводит нас теперь к главам 17 и 18, которые будут дедикаты к описанию окончательного уничтожения Вавилона. И также мы видим суд над великой блудницей. Первые два стиха 17 главы. И блудница — это Вавилон. Пятый стих — великий город над царями земными. Восемнадцатом стихе. Для первой мессианской общины эта великая блудница являлась Римская империя. С множеством богов, также с кровью многих убиенных. Великая блудница — это больше, чем просто Римская империя. Символизирует любая экономическая, политическая система, которая враждебна Богу. Танах говорит, что проститутка, блудница, чтобы указать на религиозное отступничество. Но проституция — это соблазнение, либо символ соблазнения любой системы управления. Система, которая использует аморальные методы для того, чтобы получить свои преимущества, удовольствия и процветания. Поэтому это мировое правительство, мировое правление зверя привлечет всех царей земных и союз отступнической церкви с политическими силами этого мира в этот период в будущем также извращает духовное состояние церкви и ставит под компромисс ее свидетельство. Также мы видели видение жены на блуднице, жены-блудницы на звере — это 3-7 стихи. И также описание этой жены 3-4 стихи. Теперь в пророческом трансе Иоанн перенесен в пустыню там, где он видит великую блудницу только с другой перспективы. В Откровении 12-6 другая жена, которая — это Израиль уведена в пустыню, чтобы Бог защитил ее от дракона. И теперь она сидит на звере пурпурном, бахряном. Звери, у которого тоже 7 голов, 10 рогов. Звери, на котором написаны имена богохульные. И женщина, в посетении, означает, что она во голове находится. Это как трон, она как восседает на звере. В 13 стихе объясняется, кто такая жена. Другими словами, это великий город, который правит царями земными. И также позже мы видим значение 7 голов, 10 рогов. Семь голов — это 7 видов правительства, государств, одно из которых сменяет последующее. И 10 рогов — это 10 президентов, которые правят одновременно в последние дни. И также же она обличена в багряное. Порфирую и багряницу. Она украшена драгоценными камнями. И хотя багряницу в древние времена носили цари, также багряный цвет ассоциируется с плотским. И пурпурная или багряная более соответствует статус, а не царственность. И описание этой жены Это блудница, проститутка, которая блудила с клиентами из высшего класса. Так же она имела в руке свою золотую чашу. Тоже наполненную всякими непристойностями. Аморальностью и разными мерзостями, которые были в языческом идолопоклонстве. И также фраза идет «нечистота блудодейства ее». Наверное, относятся не к политическому союзу. Но скорее это языческая сексуальная нечистота. Также имя этой жены в пятом стихе. Бабилон Великий. Мать блудницам и мерзостям земным. Поэтому даже в своей одежде и роскоши она была просто блудницей, которая бунтовала против Бога. И так же противопоставлено то, что на искупленных, на их челах написано имя их Отца. В стихе 6-7 Жена упивалась кровью святых. Кровь тех, которые убиты за их верность Ешуа. Она упивалась, напивалась. Она жила для того, чтобы ранить и убивать народ Божий. Поэтому этой мировой силой есть власть над зверем для того, чтобы нападать, атаковать святых и свергнуть их. И в этом случае она интоксикацию получила от ее напитка алкогольного. Поэтому Иоанн был в недоумении, когда он увидел ее. Жена и зверя представляют удивительную картину настоящего зла. Теперь в 8-м стихе мы видим происхождение этого зверя. Объяснение зверя находим в хронологичном порядке. Зверя, которого ты видел, был и нет его и выйдет из бездны и впадет в погибель. Бездна или бездонная яма – это место обитания сатаны и демонов. И показывает, что сила политической империи сатанинская по своей природе. И об этом мы уже читали в 13-14 стихе. Но эта фраза, которого ты видел и был и нет, и который вот-вот будет уничтожен, это как будто пародия на описание самого Мессии. который был и есть, и который грядет. Да? Поэтому здесь, в 8-м стихе, он был и нет его на самом деле означает, который жил, но которого теперь нет. Он мертв. Он мертв. Рефлектируя на эпитафе, использован в святом мире. Опять же. Рефлектируя на эпитафе, что написано на гробном камне. А, и это говорит как эпитафе, это надпись на надгробном камне. И часто древние люди писали такие эпитафи на камнях. «У меня не было», «Я стал», «У меня нет». Поэтому сам губитель погублен, уничтожен. И народы земные, чьи имена не были записаны в книге жизни, удивлены, что зверя не было, его нет, и что он будет снова. Зверь был живой, потом мертв, и потом снова ожил. Потому что его источник, откуда он пришел, это бездна. Обитание демонических сил. И также там вечное назначение нечестивым. И место, где будет уничтожение. И также злые силы убедят многих в том, чтобы те присоединились к зверю. И также они будут настолько поражены его так называемым воскресением, что на самом деле как бы подражание, имитирование настоящего воскресения Мессии. Но они настолько были удивлены этим, что последуют за Ним. И эти люди приняли начертание зверя. Следующие 9 и 11 стихи. Семь голов зверя. Многие говорят, что Рим находится на семи холмах. Они говорят, что это должен быть Рим, потому что древний город Рим был построен на семи холмах. И эта фраза «семь холмов» либо «семь гор» часто использовалась в первом веке как метафора для обозначения Рима. И потому что город Рим многие сразу пришли к заключению автоматическому, что это Рим — католическая церковь. И, конечно же, эта религия будет потом религией Римской империи. Возрожденная Римская империя. В 10 стихе здесь внимание отделяется нескольким царям. Семи царям. Эти семь царям это семь империй, о которых говорится в Откровении. Это Египет, Осирия, Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Но тогда возрожденная Римская империя считается седьмой империей или же седьмым царем. Затем 10 рогов зверя. В стихе 12 и 14. И дальше описание последней стадии мировой империи. И, как вполне очевидно, 10 царей объединились и сделали конфедерацию. И в противопоставлении семи головам зверя эти цари правят не один за другим, но они правят одновременно. Зверю была дана власть на 42 месяца, но у этих царей будет только один час. Это образная цифра, что говорит, что их время сократилось. И также они проходят через фазу передачи власти от разных царств переходит к самому зверю. Потому что все они единогласно отдадут эту силу и власть зверю. И дальше они сказали, что они будут воевать против Агнца, то есть против Иешуа. И то, что в конечном итоге они подчинятся Агнцу, это должно произойти во время второго пришествия. И в 14 стихе мы видим, как настанет этот триумф, либо ожидание этого победы. Когда Господь их победит, как Господь и царь царей. Те, кто находится на стороне Агнца, он избран и он верен. В 15 стихе мы видим объяснение, что такое воды. В первом стихе главы мы видим, что блудница сидит на водах многих. И в этом случае воды, либо символическое значение говорит о людях, о народах, о племенах и языках. И это говорит о большой политической силе, которая дана зверю. Но также он делит это правление вместе с этой женщиной. Антихрист будет влиять на лидеров по всему миру. И его влияние будет оказываться на всех людей. И также многие массы людей будут увлечены великой блудницей. И они будут любодействовать с ней. Они будут любодействовать с ней. Шестнадцатый, восемнадцатый стихи это убийство, либо убивение этой женщины. Потому что десять рохов и зверь возненавидели блудницу. И уничтожили ее в ужасном способе. И эти слова описывают великое падение отступнической церкви. В первых стихах семнадцатой главы Она говорит о том, что эта жена, эта блудница вместе со зверем получает мировую силу, мировую власть. Такой союз у них своеобразный и возможно он будет продолжаться первые три с половиной года. Три с половиной, первая половина в семилетнем периоде. И также в середине этого периода Происходит драматическая ситуация, перемена. Когда правитель из этих десяти правителей Провозглашает себя мировым царем. И за одну ночь становится царем над всей землей. И в такой измененной ситуации ему большая жена блудница не нужна. И по этой причине те остальные десять царей, его друзья или его союзники уничтожают ее. Можем сказать, оступническая церковь теперь выходит за сцену, выходит за пределы. И в семнадцатом стихе Их цель в том, чтобы верить всю власть зверю. И вся глава семнадцатая от книги Откровения Описывает религиозную личность в первой половине семилетнего периода. И все это предшествует второму пришествию. И это исполнение мирового движения всех церквей. И когда Вавилон уничтожен И так же, когда уничтожена мировая церковь Теперь разворачивается последняя драма Последние три с половиной года Когда последняя форма отступнической религии Это будет атеизм И так же поклонение мировому правителю. И когда мы откроем восемнадцатую главу Мы видим суд над Вавилоном Приговорим В первых трех стихах по разношению падения Вавилона После всего И тут другого ангела мы видим Он отличается от ангела в семнадцатой главе И он говорит, что Вавилон великий пал И вслед за падением Вавилона Теперь он становится местом обитания демонов Темницей для нечистых духов И клеткой для всякой нечистой птицы Местом обитания диких зверей Полное пустошение Земля наполнена отбросами, злом и нечистотой Место обитания злых духов Поэтому Вавилон как символ всего злого Сексуальной аморальности Идолопоклонства Жадности Притеснений Торговцы по всему миру Овладели своим богатством благодаря чувственности Вавилона Поэтому об этом здесь тоже сказано В четвертом и пятом стихах мы слышим призыв к отделению от Вавилона Народ Божий им идет увещевание, чтобы они ушли из Вавилона Для того, чтобы они не принимали участие в ее грехах Это можно сравнить с предупреждением к Лоту, чтобы он оставил Содом И есть две цели в уходе из Вавилона То, что посредством отделения они не будут принимать участие в ее грехах И посредством отделения Язвы, посланные на нее, не повлияют на них И Вавилон достиг неба И на греческом языке используется слово Они как бы скреплены вместе клеем И они достигали небес вместе таким образом Это как намек на Вавилонскую башню В Бытие 11 главе И Бог говорит вам, чтобы воспоминуть неправду ее И это судебный приговор, вынесенный Вавилону в 6-8 стихах Что нужно заплатить этот долг Нужно воздать ей тем, чем должно А по обычным законам возмездия нужно глаз за глаз В этом случае вдвое должно быть наказание за все эти грехи, которые она совершила И поскольку он жил чувственно, Вавилон Также жил в роскоши, с удовольствием Теперь будет вознаграждена мучениями и печалью Придет внезапное разрушение от Господа За один день В виде разных язв Голода, огня И то, что суд приходит за один день Также напоминает нам о падении Вавилона Уничтожение Вавилона было в тот же момент, когда была надпись на стене Стихи 9-20 На земле видим рыдания Но на небесах радость И так мы видим ламент от корней В 9-10 стихи Восплачут, возрождают цари Уничтожение Вавилона Экономически и политически Из-за чего плачут цари земные Все цари, которые пользовались богатством Вавилона Теперь плачут о том, что он ушел Она ушла И этот город, который достиг такой большой власти и таких достижений И настолько сильный в своем правлении Падает за один день, за один час Так же, когда они плачут, они устрашились, у них страх Страх, чтобы не наступил такой же суд над их городом По этой причине они стоят издали Так же мы видим, что плачут купцы земные В 11 стихе Это указание на экономические личности Вавилона Потому что торговцы также ожидают о Вавилоне И в 12-13 стихе мы видим, что они богаты были Это показывает на богатство и роскошь Вавилона И, другими словами, полное оставление Либо ушло все богатство И так же непочтение Бога, который дал это все И все торговцы плачут из-за того, что все богатство их погибло Так же плачут корабли на морях Не из-за города Но потому что то богатство, которое они получали благодаря торговле Тоже ему пришел конец В 20 стихе Веселье на небесах по поводу падения Вавилона Это как противопоставление приходящей славе, приходящему богатству этого мира И, как мы видим, великий суд Божий сошел и поглотил это богатство за один час Также мы видим истинные богатства веры и благочестия Мы видим истинные богатства служения Богу Что находятся на небесах и недоступны рукам человека Также это защищено праведной силой Божией И здесь, в сравнении с купцами, которые плачут Те, кто находятся на небесах, радуются, потому что бог совершил свой праведный суд Но затем в 21-24 стихи Мы видим окончательное уничтожение Бавилона И Иоанн видит, как сильный ангел бросает камень Похоже на жернов, бросает его в море И, между другими словами, это падение города И окончательное падение Бавилона во всех его проявлениях Завершится Божьим судом в конце великой скорби И что в Бавилоне даже больше не услышат И что больше не будет никакой деятельности в этом городе Когда-то бывшим активным, теперь Бавилон будет без мови Также обвинен Бавилон будет в крови пророков и святых Таким образом, мы подходим к 19 главе И второму пришествию Иешуа В первые шесть стихов, это звучит только Аллилуйя на небесах Особенно в первых трех стихах Это как ответ на приглашение в предыдущей главе 20 стихе Иоанн услышал на небе громкий голос множества народа И в этой главе мы видим сразу четыре Аллилуйя Или четыре воскресания Аллилуйя И в этом случае святые хвалят Бога Четырьмя словами Спасение Слава Сила Честь И сила Также используется И наш артикл происходит между каждым словами И получается в греческом переводе Перед каждым от тех слов идет определенный артикль Поэтому это значит определенное спасение И определенная сила И определенная слава И определенная честь Суды Бога над Бавилоном истинны и праведны И Бог хвалят за то, что он судил великую блудницу И дал возмездие за святых И это описание, которое идет после второго возгласа Аллилуйя И потом сказано, что дым от Бавилона восходит во веки веков И это также будет включать в себя суд над нечестивыми людьми, которые принимают участие в ее злых делах И здесь мы находим ответ на молитву убиенных святых Которые молились, чтобы Бог произвел праведный суд над теми, которые пролили их кровь И в четвертом стихе девятнадцатой главы Восклицают Аллилуйя двадцать четыре старца И также четыре животных Падают нет и поклоняются Богу И также говорят свое, аминь и аллилуйя И тот факт, что двадцать четыре старца и четыре животных Почему у них сказано, что они поклоняются Богу, но это как в отдельности от великого множества людей Это подтверждает еще раз, что великое множество — это те, которые были убиты во время великой скорби Которые пострадали от зла Вавилона Но в стихе пятый и шестой Мы видим последнее возглас Аллилуйя великого множества И теперь слышен голос от трона И голос вызывает, чтобы слуги Божьи хвалили его И в ответ на этот призыв Иоанн слышит голоса великого множества людей И все это происходит параллельно с множеством громов Как вот многих И четвертый раз в этом отрывке заговорится Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель И так мы подходим к брачному пиру Агнса И как мы видим, это начинается в седьмом стихе девятнадцатой главы Продолжая славить своего Бога Теперь это множество людей представляется Брачный пир Агнса И великое множество людей радуются, что наступил пир Агнса И невеста приготовила себя И что экклесия, избранные, призванные, являются невестой Мессии И также благословены те, кто позван на брачный пир Агнса И в стихе девятый-десятый Те, кто призваны из каждого народа, они доверились Мессии И что Он спасет их И там сказано, вот истинные слова Бога И Паул падает Иоанн к ногам ангела и готов поклониться ему Но также он слышит упрек Потому что тот, кто говорит с Иоанном, это один из его слух Один из слух, так же, как Иоанн Поэтому он также свидетельствует об Ишуа И Иоанн, он сказал, поклонись Богу Только Богу следует поклоняться И также свидетельство Ишуа, это свидетельство о самом Ишуа И также свидетельство Ишуа можно приравнять к Духу Пророчества Поэтому они провозглашают об Ишуа Это Дух Пророчества Мы должны помнить Что вся деятельность Бога В прошлом, настоящем и будущем Все крутится вокруг Личности Ишуа Он не просто еще один Равин Он не просто религиозный лидер Или великий философ Он ключ ко всему, что Бог когда-либо делал Он фундамент во всем, что Бог делает Ишуа невозможно игнорировать И затем мы читаем Писание Говорится, что Он царь царей Но, на первую очередь, я думаю, что мы должны быть хопеш Хопеш, 5 декут Нет, нет, 5 декут Только 5 декут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok